Вас приветствует компания Автоэк, друзья, и сегодня мы вновь находимся на авторынке у нас в Армении, и также здесь на рынке наши автомобили. Вы их у нас в прошлых роликах видели, друзья, но прежде чем вам показывать и рассказывать за наши автомобили и по ценам, чтобы вы были всегда в курсе событий, смотрите нас всегда на YouTube, также подписывайтесь обязательно на наши дублирующие каналы, это Telegram обязательно, на Яндекс Дзенни и на Рутубер. Для чего мы вам советуем там подписаться, даже если вы не хотите сегодня покупать автомобиль, но вам интересна экономическая ситуация и сравнение цен, обязательно подписывайтесь, пишите в комментариях, какие цены у вас в городе, какие автомобили вы бы хотели, чтобы вам показывали, в какой бюджет вы сейчас можете приобрести автомобиль, друзья, обязательно все это пишите. И кто еще не подписался у нас в Инстаграме, подпишитесь в Инстаграме и напишите, через что вы за нами смотрите. Итак, друзья, здесь у нас Chevrolet Malibu, у нас есть за него обзоры, ну вам его и здесь покажем, друзья. Пожалуйста, это бесключевой доступ, 2016 год, с минимальным повреждением, повреждение было вот-вот здесь. Одно крыло, ни одна подушка не стрельнула, данный автомобиль у нас в продаже, ценник данного автомобиля 12 тысяч долларов здесь на месте. Друзья, Sonata, мы также ее продаем здесь на месте, друзья, 13 тысяч долларов, это 2016 год, у него ни подушки, ничего не стреляли. Мы не делали обзор на вот эту Kia Optima, но я вам так скажу, это панорамная крыша, 2.4 мотор, 2016 год, 68 тысяч пробег, по повреждениям, минимальные повреждениями, ни одна подушка не стреляла. Если вам интересен обзор именно за этот автомобиль, потому что его я готов отдать в течение 10 дней, всего за 11,5 здесь на месте. Что, интересно стало, друзья? Вот, пожалуйста, бюджетный автомобиль, максимальная комплектация, кожаный салон, друзья, подогрев сидений, монитор, панорамная крыша. В общем, полный обзор, если тебе интересен, звони, обращайся, Серега тебе сделает также за него обзор. Также, друзья, здесь у нас еще имеются автомобили. Друзья, здесь у нас еще стоят два автомобиля, это Kia Optima, 2016 год, с минимальным повреждением. У данного автомобиля также ни одна подушка не стреляла, 49 тысяч пробег. В прошлых обзорах мы озвучивали за этот автомобиль 14 тысяч долларов здесь на месте. Но теперь, в связи с этой экономической ситуацией, мы от себя готовы сделать скидку на данный автомобиль и готовы его отдать вам здесь на месте за 13 тысяч долларов. Также имеется в продаже Elantra. И если вам интересны все эти наши автомобили, звоните нам, подписывайтесь на все наши источники. Это Telegram, обязательно подпишитесь. Еще кто у нас не подписан на Instagram, переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. И обязательно в комментариях пишите, через что вы за нами следите. И так как не у всех сейчас выходят оповещения в YouTube, чтобы сделать максимально распространить новости Армении, пересылайте наше видео своим друзьям. Пусть они также подписываются и смотрят, и следят за экономической ситуацией в Таможенном Союзе. Это немаловажно, друзья, в нынешнее время. Ну и так, дальше Серега в ролике вам покажет, друзья, как мы подготавливаем наши автомобили. Сейчас я еду в сервис. Серега уже там проехался, уже заснял некоторые видео. И сейчас мы еще вместе с ним проедемся, сделаем обзор, какие наши машины там делаются. Вы все помните этот автомобиль, который мы получали недавно на таможне с Айком. Это Honda HR-V 2019 года. Почему она сейчас на эвакуаторе? Потому что она была отправлена до жестянщика, там были сделаны жестяные работы. И сейчас она приехала в покрашенный цех, где будут выполняться малярные работы. Смотрите, какие ремонтные работы были сейчас произведены. Был заменен капот. Сделано крыло. И я извиняюсь на предыдущем видео, я сказал, что автомобиль 2019 года. Нет, этот автомобиль 2017 года. Сейчас откроем подкапотное пространство, посмотрим, что было сделано там. Как вы видите, капот мы заменили. Здесь поменена фара. Установлена новая оригинальная фара. Все целенькое. Отрихтовано крыло. Машина, как вы слышите, заведена. Съехала с эвакуатора своим ходом. Вот такой автомобиль. Скоро получит наш заказчик на территории России. Ну а следующее видео с этим автомобилем вы уже увидите, наверное, когда он будет абсолютно готов по малярной части. А я сейчас еду на другую точку, где у нас делается Mazda CX-5. Друзья, мы с таможней приехали и сразу машину завезли в СТО для того, чтобы отремонтировать. Друзья, как изначально было видно, что удар казался очень сильным, ужасным. А по факту, что оказалось? Идемте, смотрите, удар оказался вот в нижнюю часть. Как вы видите, получается, что у нас случилось? У нас вырвало колесо. Ходовая часть вот эта вся меняется. Будет сделана замена крыла. Фары противотуманки. Сразу все усилители, вы видите, не задеты. Почему мы вам решили сразу показать? Потому что, естественно, когда человек будет открывать вин-код, он будет говорить, а, нет, сильный был удар. Нет, удар удару розни. То есть, вот такие удары, они гораздо лучше, когда заменяется просто ходовая часть, чем режутся и валятся лонжероны. Как я и обещал, вот сегодня у нас 12 марта, вчера было 11 марта, мы забрали автомобиль Mazda CX-5 на Томоль. Я отправляюсь, чтобы посмотреть, что сделали с Mazda за это время. Посмотрим, завели ее и смогла ли она выехать своим ходом. Все, поехали смотреть. Так, ну смотрите, добрался до автомобиля. Вот его сейчас опускают. Сейчас переведу камеру. Вот какой фронт работ был проделан. Новая стойка, пружина, привод, рогатка, стойки стабилизаторов. Тяга. Все новое. Сейчас мы устанавливаем это колесо, которое было на этом автомобиле. Привезли новый диск. Ставим. Пробуем заводить и выезжать. Так, сейчас будет первый запуск автомобиля. Мы его опустили. И будем пытаться заводить. Не было бензина, мы завели бензин. Но ничего не выходит. Как вы помните, наша Mazda, вот недавно мы делали ходовую часть по ней. Сейчас она приехала на жестяные работы. Сейчас она висит на стапеле. Сейчас переключу. Вот ходовку, как вы видели, мы сделали. Она доехала. В прошлом видео вы не увидели, как она завелась. Мы не знали, почему. Но когда я уехал, машина завелась. Приехал электрик. Электрик сбросил ошибки. И машина поехала своим ходом. Смотрите, что мы сейчас имеем. Мы, получается, здесь подтягиваем полку крыла. И, в принципе, все. Ее выравниваем полку. Потому что лонжероны у нас абсолютно целые, как вы и видели. Сейчас мастер это все сделает. Для нее, наверное, они уже подтянули. Меня не было в этот момент. Сняли капот. Вот, как вы видели, он был с повреждениями. Еще раз показываю с этой стороны все. Вот видите, усилитель лонжерона, лонжерон. Здесь усилитель. Все целенькое. Потому что, как вы видели, у нас был удар по верхней части крылу. И по низу ходовая часть ушла. Была разбита фара. Вот он весь лонжерон. Он абсолютно целый. Полка крыла вытягивается. И автомобиль уедет на покраску. Не волнуйся. Я соберусь, буду зашибись. Никто даже не заметил. Друзья, и вот мы доехали до автомастерской. И здесь у нас проходят процедуры ремонтные. На Mazda CX-5 тюлинг, друзья. Ранее вам Серега показывал, что здесь заменяли ходовую часть. По ней он вам все показал. Теперь, что тут происходит, друзья. У нас было повреждение по капоту. Вот оно. Мы его не выравниваем. Мы его выкидываем, друзья. Все. Он, в основном, не подлежит. Поставили новый капот, друзья. Точнее, новый для этой машины. Но это бэушный капот, друзья. Заводской. Не Тайвань, не Китай. Заводской капот здесь установлен. Сейчас идет рихтовка двери. То есть, вот эта часть была подмявшая, друзья. Она будет выравниваться. И будет стоять здесь также новое крыло. Итак, друзья. У этого автомобиля будет крашено три элемента. Капот, крыло и переход с дверью. Пробег у данного автомобиля 34 тысячи или 36 тысяч миль, друзья. Процесс ремонта продолжается. Идет. Так что, сейчас поедем дальше. Смотрите, какие машины дальше делаются. Ну, друзья. Вот пока сейчас мастер производит ремонтную работу двери. Смотрите, здесь у нас сзади лежат также оригинальная облицовка. Передний бампер. Вот. Который будет ставиться впереди. Так. Эту оптиму вам показывали. Здесь были мелкие дефекты. Их заполировали. Скоро будут на площадке. Покажем, расскажем. Также вот, друзья. Будет стать оригинальное крыло. То есть, смотрите. Мы покупаем запчасти бэушные. Оригинальные, не битые. Да. Чтобы, когда они будут краситься, не было вот такого слоя грунтовки и шпаклевки, друзья. Ну что, давайте посмотрим, как происходит сам процесс выравнивания двери. И мастер очень, так скажем, подходит к этому делу. Смотрите, сейчас двухторонним молотком он выравнивает край двери. Подгоняет зазоры. То есть, к своей работе тут подходит очень правильно и, как говорится, с точки. Ямочки снимаем. Друзья, вот смотрите. Сейчас мы сделаем проще. Мы сейчас вот так передаем микрофон. Эрн, давай, рассказывай, что ты делаешь? Я сначала натягиваю железо. Натягиваю сначала его. Вот, с Донградом. На стенде. А потом я споттером работаю. Где ямочки есть, эти ямочки споттером я. Вот так вот. Очень аккуратно снимаю. Чтобы мало замазки было, грунта было. И отлично работает. У тебя к каждой машине индивидуальный подход, да, Эрн? Конечно. Как вы видите, на стенде собирается каждая машина. Затягивается правильно, так как ему удобно. Все правильно. И только подходит уже к работе. Да. То есть, после того, как проходит железо, железные работы, зазоры все становятся заводские или близко к заводскому? Нет, заводские. Заводские. Все, проверим эту работу и вам также покажем. А вы пишите в комментариях, правильно ли Эрвин делает работу, процесс рабочий, правильно восстановление или нет. И помимо того, что пока вы будете писать комментарии, также проходите и подписывайтесь на наши альтернативные каналы, чтобы вдруг, если заблокируют YouTube, вы нас не потеряли. А у нас их много, Telegram, Rutube. Кстати, если вы еще пользуетесь Instagram и кто еще только смотрит нас в YouTube, подпишитесь на Instagram, поставьте лайки, напишите, как вы там нас смотрите. И пока мы здесь были, уже дверь практически закончил мастер и сейчас уже устанавливает крыло для того, чтобы посмотреть, какие зазоры подходят, не подходят. Мастер обещал буквально в течение суток уже подогнать все зазоры и передать машину под малярку. Так что следите за нами, мы вам покажем следующий процесс. А мы поехали дальше, друзья. У нас еще в мастерских машины делаются. Пойдем посмотрим там, что происходит. Продолжение следует...